Всем привет, меня зовут Алена, вы на канале Astro Workshop. Что мы сегодня с вами будем делать? Я хочу показать вам распаковку мини печи. Модель называется Марта, она подошла мне лучше всего из всего, что я увидела. Заказывала ее я на Яндекс Маркете, там лучше всего брать технику, я считаю. И начнем. Так, распаковочка. В принципе, она достаточно легкая. То есть я легко ее двумя руками держу. Особого веса она такого громоздкого не представляет. Ну и давайте посмотрим, что же внутри. Я очень надеюсь, что все приехало в целом. И вообще той модель, которая нужна, которую я заказывала. Время отбора необходимой духовки я посмотрела большое количество, на самом деле, вообще вариантов. Зачем заранее в интернете, что мне нужно, что мне подходит, какая должна быть мини-печь. К слову, мини-печь мне нужна именно, именно для полимерной глины, чтобы в ней, в этой духовке ее запекать. Объясняю, зачем она мне вообще понадобилась. Можно в обычной духовке, в принципе, запекать. Смотрите. Полимерные изделия, если вы их делаете, ну, допустим, с периодичностью, там, раз в неделю, раз в две недели, там, для себя просто в качестве хобби, можно и в обычной духовке запекать. Ничего в этом страшного нет. Но у меня появилась прикрепенность заниматься лепкой крайне частой. И тут уже обычная духовка, ну, вообще не леп отходит. Поэтому я выбираю мини-печь. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь есть в лепке. Так, вроде упакована так на вид первым качественно, с вот этой вот мягкой напластовым упаковкой. Самая интересная личная для меня, это ее цвет. Вы видите, какая она милая? А она фиолетовая. Просто посмотрите. Ну, это зигадение. Итак, у нас непосредственно с вами основная здесь, это печь, там, сзади, сзади есть шнурок, сзади есть шнур, который, соответственно, подключает в духовку. И как она работает, какие нюансы есть при выборе духовки именно для полимерной глины. Кроме того, помимо полимерной глины можно запекать здесь, например, керамические кружки. Да, можно сюда кружку поставить. Если на ней была произведена какая-то роспись, например, это акриловые маркеры, да. Они требуют закрепления рисунка именно в печке. Можно вот сюда ниже опустить противень, поставить кружку. И будет у нас еще одна полноценная готовая работа. То есть печка многофункциональная для творчества. Можно использовать ее как хотим. Открывается она вот следующим образом. Вот сюда, как обычная печка. Следующий момент это тумблеры. Первый, второй и третий. Какие же нам для чего нужны? Говоря про градусы, я скажу, что печь резета минимум 70 градусов не просто так. Есть минимум 90, минимум 100. Но минимум 100 лучше не брать. Потому что печки, ну буквально все, они привирают, показывая недостоверное количество градусов. Оптимально будет купить термометр специальный, который можно установить сюда внутрь печи. И он будет измерять реальную температуру. Можно даже несколько купить термометров. Ну кто-то советует несколько, я бы не заморачивалась. Взяла бы один и сравнила бы разницу. Сколько здесь градусов покажут и сколько на термометре. Соответственно, нам потребуется не 120, сколько мы хотели бы. А наши 120 будут на 90 градусах ориентировочно. Может быть и на 80, может быть и на 100. Нужен термометр и он нам все покажет. Далее, это наличие вот такого тумблера, регулировка обогрева. То есть, обогрев у нас идет сверху, снизу и сверху и снизу. Если мы будем выбирать подогрев только сверху, то у нас сверху прям все нагреется очень сильно наш материал и сгорит. Поэтому такое нам не подходит. Мы выбираем лучше нижний. Нижний подогрев или сверху и снизу. Я бы такой выбрала. Чтобы точно все прогрелось равномерно. Именно это помогает равномерному кондиционированию воздуха и одновременному прогреву всех частей материала. Лучше вот сюда все-таки. И таймер, естественно, нужная вещица. Если нам нужен телефон, куда-то отлучиться, что-то с ним сделать. Ну, естественно, оставаясь в квартире. Духовка, если работает, мы оставим все в квартире. Никуда не уходим. Мало ли что может произойти. Мы можем использовать таймер, который уже встроен здесь. То есть, если мы поставим таймер на минут 20. Вот, слышали? Часы идут уже. Так. Все. Это вы выключили таймер наш. Отлично. Так. Еще у нас в комплекте здесь, что у нас есть? Это вот такой вот поднос. Да? Второй. А. Такой вот поднос еще такой штуренький. Это. Ага. Ну, стандартный прибор, конечно. Так. Это еще и разведение не надо, кстати. Оно, конечно, так хорошо прикреплено. Составляем вот эти вот противеньки. Ну, допустим, в середину. Вот так мы ставили. И можно сверху уложить отдельную киомническую плитку. На киомнической плитке удобнее всего, потому что мало что с вот этими тонкими алюминиями может произойти. Киомническую плитку абсолютно люблю вот так вот поставить, которая сюда будет входить сверху. Сюда же ваше изделие лучше ниже в серединку убрать. И вот так вот заходим подвергами. Зацепим. Лучше, конечно, помешивать все власть. Понижимаем. Вот сюда. Это вообще чудесно. И закрываем. Все. Выставляем тумблер. Выставляем его везде абсолютно. Включаем пинч и все у нас готово. Как будут готовы какие-то у меня работы, я все буду выкладывать. Показывать. Снимать. И вы все увидите. Потом дам конкретный отзыв по работе этой печи. Как она пропекает изделие. И вообще настолько удобно с ней работать. Судя по отзывам, которые я читала и как я наблюдаю вообще, как выглядит эта печь, что она на себя представляет, я думаю, вариант очень даже хороший. Кроме того, у этой модели есть огромное количество цветовых линеек. Там есть и черный, и белый, и розовый, и бирюзовый. Вот я выбрала еловый. Он очень милый. Я считаю, ко мне в интерьер очень хорошо впишется. И, думаю, вы тоже найдете свою любимую печку и сможете создавать прекрасные изделия, которые придутся вам по душе. И будут и качественные, и красивые. На этом все. До новых встреч. И это была ваша творческая мастерская Astro Workshop. Я Алена. Всем пока.